Предпринимательство в туризме Туроператорская, турагентская и иная деятельность по организации путешествий может осуществляться предприятиями различных форм собственности. Действующее законодательство выделяет следующие организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Это у нас хозяйственные товарищества и общества, это общества с ограниченной ответственностью, то есть ООО, это акционерные общества, АО, это производственные кооперативы и унитарные предприятия. Итак, первая организационно-правовая форма предпринимательской деятельности это хозяйственные товарищества и общества. Сущность хозяйственных товариществ состоит в том, что они представляют собой объединение лиц. Следовательно, товарищи обязаны лично участвовать в его деятельности. Кроме того, участники товарищества отвечают по его долгам при недостатке имущества товарищества своим личным имуществом. В отличие от товарищества, хозяйственное общество представляет собой объединение капиталов, не требующие личного участия в делах. Поэтому одно лицо может быть одновременно участником нескольких обществ. Кроме того, они не несут личной ответственности своим имуществом по долгам общества. Они несут только риск утраты своего вклада, то есть риск убытков. Следующая организационно-правовая форма предпринимательской деятельности это общество с ограниченной ответственностью или ООО. Общество с ограниченной ответственностью характеризуется двумя основными признаками. Во-первых, в нем имеется уставной капитал, так как у общества есть свой устав. Во-вторых, участники общества, в том числе учредители, никакой ответственности по его долгам не несут. Они несут риск убытков в размере своего вклада. В обществе с ограниченной ответственностью необходимо сформировать органы управления. Высшим органом является общее собрание. Кроме того, создается коллегиальный или исполнительный единоличный орган, который осуществляет руководство деятельностью общества и подчинен общему собранию участников. Это может быть правление, генеральная дирекция, руководитель, президент, которые без договоренности действуют от имени общества. Следующая организационно-правовая форма предпринимательской деятельности это акционерные общества. Первый характерный признак акционерных обществ это уставной капитал, их поделен на доли. Только эти доли все равные. Каждая доля выражена ценной бумагой, которая называется акцией. Акция. Тот, кто покупает акции, становится акционером. Акционеры могут иметь различное количество акций. Второй признак акционерных обществ состоит в том, что акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционерные общества бывают двух типов. Открытые и закрытые. То есть ОАО и ЗАО. ОАО это открытое акционерное общество. И ЗАО это закрытое акционерное общество. Их отличие друг от друга состоит в том, что акционеры открытого общества, ОАО, могут продать свои акции без согласия других акционеров этого общества и продать их могут кому угодно. Число акционеров открытого общества не ограничено. ЗАО, то есть закрытое акционерное общество. Его акции распределяются только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Акционеры закрытого общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. Число акционеров закрытого общества не должно превышать 50. В случае превышения указанного предела, закрытое общество в течение одного года должно быть преобразовано в открытое акционерное общество. То есть ЗАО должно стать ОАО. Далее, следующая организационно-правовая форма предпринимательской деятельности – это производственные кооперативы. Все его участники участвуют в предприятии своим личным трудом. Для деятельности производственных кооперативов характерен имущественный паевый фонд, который формируется за счет взносов. Число членов производственных кооперативов должно быть не менее 5 человек. Прибыль распределяется в соответствии с личным трудом члена кооператива или иным участием, в других случаях согласно размеру паевого взноса. Высший орган управления здесь – это общее собрание членов производственного кооператива. В состав исполнительных органов кооператива входит правление и председатель. Учредительным документом производственного кооператива является также устав. Ну и заключительная организационно-правовая форма предпринимательской деятельности, о которой мы с вами поговорим – это унитарное предприятие. Унитарное предприятие – это коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ним имущество. Это имущество неделимо, оно не может быть распределено по вкладам, по акциям и так далее. Имущество всегда находится в государственной или муниципальной собственности. Унитарное предприятие, которое находится в федеральной собственности, является федеральным казенным предприятием. Его устав утверждается правительством страны. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему имущество, сдавать его в аренду, либо отдавать под залог. На этом наш с вами билет предпринимательства в туризме, организационно-правовые формы собственности в туристском бизнесе, закончен. Поблагодарить автора, то есть меня, вы можете подписавшись на наш канал на ютубе, поставить лайк или сделать репост этого видео урока у себя на страничке в социальных сетях. Для этого надо нажать на значок «Поделиться под видео». До встречи в следующем, 10-м билете, который у нас называется «Характеристика производственных фондов в туристских предприятиях», а также «Особенности лизинга в туризме». Продолжение следует...